В эфире Город С. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Я сразу хочу вам представить нашего сегодняшнего гостя. В нашей студии Борис Фетисов, председатель Организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Железнодорожного района Администрации городского округа Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. И встретились мы сегодня не только в связи с тем, что надвигается 9 мая, и мы все чаще обращаемся к теме работы ветеранских организаций, но и еще и в связи с тем, что ветеранская организация Железнодорожного района буквально вот только-только отметила свое 30-летие, правильно я говорю? Да, совершенно верно. 15 марта этого года мы отмечали такую торжественную дату для нашей организации, как 30-летие со дня ее создания. Как прошло все? По свежим следам пока впечатления свечи? Понятно, что 30-летие мы начали отмечать не за 2, не за 3 недели, а еще с конца 16-го года. Был намечен ряд мероприятий, посвященных этому событию. Привлечены были сюда прежде всего и откликнулись очень-очень хорошо на наше обращение. Это администрация нашего родного Железнодорожного района Лапушкиной, возглавляем Еленой Владимировной. Она принимала нас несколько раз, и мы набросали сценарий, который потом воплотили, так сказать, вот в наше торжественное мероприятие. Обзвонили сначала всех тех, кто у нас в нашей организации наиболее активен. Потому что в составе всех ветеранов, участников войны, как мы уже говорили в заголовке, правоохранительных органов, тружингов тыла и труда у нас около 30 тысяч. Ясно, что они все тоже являются своего рода именинниками, но поразновать в таком объеме просто не было ни физических, ни финансовых сил. Поэтому мы оговорили так, что будут активисты ветеранского движения, собранные в определенном месте. Там будет рассказано о нашей деятельности за время, так скажем, последнее, по-моему, охватить 30-летний период. Это был целый фильм, создавать было бы. И благодаря департаменту социальной защиты, попечительству, благодаря департаменту, который занимается школами у нас, было отведено место, школа номер 64, для того, чтобы мы в актовом зале, он достаточно просторный, собрали вот тех людей, которых мы считали нужным собрать и почествовать в случае нашего 30-летия. Собралось более 70 человек приглашенных. Было все очень-очень торжественно. Я еще раз повторюсь, большая благодарность администрации Железнодорожного района и Лапушкина Елене Владимировне, Чернеге Елене Борисовне и другим сотрудникам, которые много сделали того, чтобы и украсить наш праздник, и чтобы сделать его, так сказать, запоминающимся. Борис Германович, Вы правильно сказали, что 30 лет – это очень большой срок, и в двух словах, в десяти минутах, конечно, рассказать об этом невозможно. Но, не знаю, может быть, все-таки важна исходная точка, вот для чего и зачем создавалась организация. Значит, в 87-м году руководящие органы нашей союзной, это СССР существовало еще, ведь комитет ветеранов войны, московский, центральный комитет, решил расширить свою деятельность. Для этого было принято решение, что во всех областях, во всех городах, во всех районах поселковых советов создать советы ветеранов. Тогда их было еще, слава Богу, много. Тогда они еще представляли собой силу, силу, которая помнила и дни войны, и окопы, которая помнила и плен, и оборону, и защиту, и надо было передавать подрастающему поколению ту окопную правду, в которой жили эти люди. И вот после указа московского комитета ветеранов, были рассосланы документы для того, чтобы в областях, повторяюсь, в городах, районах были созданы эти советы. 30 лет назад первый совет наш, железнодорожного района, возглавил выдающийся человек, полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник военкомата, это Самохвалов Георгий Филиппович. То есть он был родоначальником и заложил те основы, которые, собственно, явились для нас, что ли, таким направляющим вектором дальнейшей нашей работы. Но, к сожалению, Великая Отечественная война, она, к сожалению, сказалась на многих наших людях, особенно те, которые были непосредственно в боях. Георгий Филиппович с 1987 года, с момента создания организации, по 1995 год руководил, но ушел из жизни. Потом его сменил не менее достойный человек на посту, это Чебацко Герман Николаевич, тоже полковник в отставке, в меру суровый, но, как говорили, суров, но... — Справедлив. — Справедлив, да. Вот. Его тоже очень хорошо помнят, и он очень много тоже вложил собственных сил для того, чтобы Совет ветеранов Ждару района развивался и был такой сильной, скажем, единицей в составе районных организаций города. — Увы, в 2009 году Герман Николаевич тоже ушел из жизни. Сменил его. Вот тут, наверное, я уже застал этого человека, с ним работал, начал работать под его руководством. Это великолепный человек, полковник в отставке Алексей Ильич Черномырдин. Он дальний родственник, как оказалось, нашего премьера Черномырдина. Они с одного села, родство какое-то там определенное между ними было. Вот. Он настолько был добр, весел, инициативен, наблюдателен и уважаемый всем ветеранами, что опять я скачусь на траурную стезю, но в 2013 году и его не стало. Конечно, коллектив наш, совета, все ветеранское движение очень скорбили по этому поводу. Дальнейшим руководством, руководить советом стал еще один полковник. У нас вот... — У вас такая звездная, скажем так, руководство. — Звездная, руководство всем было, да. Это Старожилов Юрий Николаевич, это участник событий, участник локальных войн в Чечне. Вот. Он тоже взялся за эту работу горячо, но частенько, опять же, те события военных лет тоже сказались и на здоровье его. Слава богу, человек жив, здоров, работает. Потом смена жительства привела к тому, что ему стало сложно просто работать в железнодорожном районе, проживая вот, так сказать, там, где у нас Икея сегодня. — Одним словом передача полномочий произошла, да. — И, значит, в сентябре 15-го года произошла отчетно-перебыворная конференция, на которой волей ветеранов района его, так сказать, председателем стал я. — Очередной звездный представитель, хотя бы со звездами на погонах, это уже совершенно точно. Борис Германович, сколько на сегодняшний день человек объединяет организации? Насколько вы большая структура? — Значит, смотрите, я уже сказал, что организация сама по себе большая, 30 тысяч человек. Это люди, которые работали во время войны, воевали, те, которые восстанавливали хозяйство, те, которые участвовали, так сказать, в разработке инфраструктуры железнодорожного района. Это и молодые сегодня еще, ну, условно говоря, молодые офицеры, запасы, которые уже уволены из армии, но еще настолько, так сказать, работоспособны и сильны духом и физически, что они продолжают работать на предприятиях, в учреждениях. Это и труженики тыла, это люди, которые во время войны претерпели много, много и ужаса, и бед, это и бывшие узники концлагерей, это у нас и вдовы участников войны, это реабилитированные, значит, дети реабилитированных политисключенных, это партизаны бывшие и прочее, прочее, прочее. Конечно, дойти до каждого, вот так вот, чтобы знать в лицо, по фамилии и знать судьбу каждого, это невозможно, их 30 тысяч, но те люди, которых мы знаем, которые нуждаются в нашей помощи, очень, так сказать, непосредственно, конечно, эти люди у нас на виду, и мы ими занимаемся. Ну, смотрите, недостаточно ведь собрать людей пожилого возраста, нужно же еще их организовать, дать им цель, то есть организация же существует не просто на бумаге, она действует, она работает. Значит, в Совете у нас 17 человек, избрано было в 15-м году, каждый человек, каждый, так сказать, сотрудник этой нашей общественной организации имеет в своей работе определенное направление. Есть люди, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием и нравственным воспитанием, есть люди, которые занимаются у нас медицинскими вопросами, связанными, так сказать, ну, с ветеранскими, так сказать, чтобы ветераны наши знали и чувствовали, что они не остаются одни, и что всегда им могут помочь, посоветовать, с точки зрения медицинского сопутствия. Значит, есть у нас люди, которые занимаются спортивной работой среди ветеранов, то есть вот такие тоже энтузиасты, многим за 60, тем не менее, они готовы объединять людей, желающих заниматься спортом, конечно, это не гиревой спорт, это не бег на гиревую станцию. А есть желающие-то среди вас заниматься спортом? Есть, но виды, конечно, щадящие. Это у нас есть спорт, ядом проводим ежегодно почти, ну, на, так сказать, уровне города. Это, ну, что, ну, бег, так сказать, по кругу в одном из залов из школ, да, с передачей эстафеты, ну, такой эстафетный легкий бег. Это так называемый спорт кольцеброс, если он так называется, интересно, значит, ну, это такой детский вид спорта, значит, ставятся пирамидки, и с расстояния определенного люди бросают кольца, чтобы попасть в эти пирамидки. Собирается несколько районов, значит, там все, и соревнования между районов устраиваются. Нужно отметить, что благодаря той инициативе, которую проявляет наш спортивный, такой инициатор нашего спортивного движения Михаил Вячеслав Владимирович, он объединяет наших людей железнодорожного, так сказать, района, и, как правило, меньше второго места среди девяти районов мы никогда не занимали. То есть, вот, да, его личное участие, его агитационная, так сказать, вот эта работа среди пенсионеров приводит к тому, что люди вот как раз с энтузиазмом к этому относятся. Ну, это вот, что называется, человек на своем месте. На своем месте, да. Вы сказали, что военно-патриотическая работа, это, конечно же, в общем-то, наверное, одно из важных направлений в работе любой ветеранской организации. А вот мне интересно ваше мнение, а вот откуда он начинается, патриотизм? Вы знаете, вот мы, у нас 15 школ в районе, в общем-образовательных. В каждой школе, конечно же, есть заместитель директора по воспитательной работе. Но это уже, как бы, вторичный, так сказать, этап, где педагог занимается своими подопечными с позиции воспитания на военно-патриотическом, так сказать, его стиле направления. Конечно, патриотизм должен начинаться с семьи. Нужно, чтобы родители подрастающих поколений, первоклассников, второклассников, пятиклассников, они больше говорили о том, чем живет наша страна, в чем нуждается, какие достижения. Надо больше говорить о людях, которые, будучи их родственниками, принимали участие в войне, восстановлении народного хозяйства, значит, которые работали на предприятиях и производили продукцию, которая, так сказать, сегодня способствует нашему хорошему образу жизни. Это первое, так сказать, начало, это, конечно, родители. Родители, они должны учить детей любить свою родину. Второе, это, я уже сказал, это воспитательная работа, которую должны проводить педагоги. И немало, весомая, скорее всего, наиболее весомая тоже работа – это ветеранских организаций. Я вот вам скажу, что из 15 школ у нас есть 5-6 школ, которые настолько близко понимают работу свою, воспитательную, воспринимают с работой с нами, с ветеранами, что просто хотелось бы, чтобы там, где эта работа хоть и ведется, но чтобы больше привлекалось все-таки ветеранов к урокам мужества, к воспоминаниям о различных событиях жизни ветеранов. Вот, если вы позволите, я сейчас просто, я очень хотел назвать школы, которые действительно очень многое посвящают вот этой работе. И, значит, хотелось, чтобы остальные школы, которые тоже должны заниматься, выставили на работе в патриотическом плане, тоже брали с них пример. Очень хотел бы отметить школу номер 37. Хасина Ирина Михайловна. Во время Великой Отечественной войны эта школа, в одном из крыльев этой школы были курсы радистов. То есть там учили радистов для того, чтобы они после окончания курсов направлялись в воинские части и служили, так сказать, соединительным звеном между разными, так сказать, воинскими подразделениями, частями и так далее. Очень хороший музей в этой школе. Собраны раритеты очень, так сказать, истинные те, которые со временой войны остались. Там и каски, там, значит, и вот эти бывшие в ходу тогда радиопередатчики. Это и фляжки, это, так сказать, и вооружение то уже, так сказать, учебное, которое превратили в учебное. Так что вот я считаю, что Ирина Михайловна, ее воспитатель, помощник после этой работы, огромную работу делают в этом направлении. Если позволите, назову еще раз школу. Это 64-я школа, Смаль, Галина Николаевна. Школу носит имя героя России Виталия Толобаева. Этот офицер участвовал, значит, в войне, в конфликте, скажем так, в Чечне. Он сам выпускник этой школы. Воевал, возвращался, снова возвращался домой и снова требовал, чтобы его направили туда. Чтобы не каждый раз новых и новых офицеров, необкатанных, туда посылали, а те, которые же имеют опыт боевых действий. К сожалению, в одно из боев они попали в засаду, и Виталий погиб. А поскольку он выпускник этой школы, то школа и названа его именем. И еще и ведет большую работу школы, да? И еще большую работу ведет имя, да. У них как раз тематика, это вот герои этих самых конфликтов региональных, локальных конфликтов. И очень тоже много образцов и, так сказать, и обмундирования, и имущества военного собраны вот в этой школе. Тоже. И вот, кстати, Галина Николаевна очень приветливо нас приняла, и где мы провели свое 30-летие. Третья дебилей. Школа 94-я. Зарецкая Татьяна Евгеньевна. В этой школе музей ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Тоже очень всегда, всегда встречает ветеранов, не только встречает, а приглашает на уроки мужества по юбилейным датам, которые связаны вот с этими трагическими событиями. Сердаков Сергей Иванович, 116-я школа. Тоже школа чтит память героев Сталинградской битвы. Она так и носит, так сказать, что ли, символ такой. У ей музей, посвященный Сталинградской, прошу прощения, московской битве. Это москвичи. Это когда в 41-м году, 5 декабря, началось контрнаступление под Москвой, и наши погнали немцев от Москвы. Вот этому, начиная с этого, так сказать, события и развития дальнейшее, школа посвятила вот этот музей вот этим вот событиям и героям тех времен. Борис Германович, на самом деле очень важно то, что вы назвали сейчас вот эти школы, и наверняка это даже и неполный перечень. Да. Просто надо слышать и знать, потому что это очень важное направление, не только в вашей работе, но в нашей жизни, наверное. Конечно. В первую очередь, да? Да. Но, тем не менее, вот какими заботами и проблемами сейчас живет организация, рядовые ее члены? Вот наверняка люди обращаются к вам с какими-то самыми наболевшими проблемами. Что на сегодняшний день тревожит? Значит, смотрите, ну вот я сейчас в той теме, которую вы сейчас, так сказать, начали освещать, я хочу сказать, что вот сегодня у нас в районе осталось 77 участников Великой Отечественной войны. Если 5, 6, 7 лет назад их было 2, 3, 4 сотни, сейчас я просто не могу точно сказать, то сегодня, вот вчера я взял справочку у своего, так сказать, специалиста в нашем совете, который четко ведет учет вот людей, ветеранов, участников, которые остались на сегодняшний день в Заружном районе. Сталиградская, их московская битва осталось 3 человека, живущих сегодня с нами. Они, ну, в силу своего, так сказать, нездоровья уже, конечно, не могут, допустим, прийти навстречу. Мы что делаем? Мы обязательно поздравляем их с каждыми датами, значимыми для нашей страны. Сталиградская битва, 4 человека осталось, воинов. Курская битва, 7. Защитники Ленинграда и снятие блокады, 5 человек. Дальневосточники, 14. И спартизан только один. Я вот, нужно отметить, люди, особенно вот эти люди, они не привыкли просить. Они привыкли жить так, как они жили. Ну, нужно отметить, что участника войны наше Отечество не забыло. Несколько лет тому назад увеличили пенсии, причем значительно категория этих вот ветеранов. То есть, с точки зрения финансовой, может быть, нужды-то у них и нет, а с точки зрения внимания к ним, конечно, они испытывают вот эту вот тягу, чтобы к ним и, прежде всего, родственники хорошо относились, сослуживцы и стыковые остались. Ну и наш совет тоже не оставлять без внимания таких людей. К сожалению, в силу, так сказать, недостаточной финансовой обеспеченности, департамент нас снабжает попечительствами определенными средствами финансовыми. Но, видимо, обстановка сегодняшней, так сказать, страны в мире такова, что мы имеем возможность поздравлять участников Великой Отечественной войны только с 90-летиями и 95-летиями. Таких, конечно, у нас мало, но мы отслеживаем это, то есть каждый месяц вначале определяем, что вот юбилей у такого-то участника войны, созваниваемся с родственниками. Естественно, люди уже с трудом могут, так сказать, самостоятельно прибыть к нам, поэтому мы ходим домой, выезжаем домой, поздравляем их. И, ну, опять же, нельзя сказать, что это что-то нечто шикарное, но это цветы, коробка конфет, и департамент попечительства обеспечивает, ну, таким подарками. Я думаю, для ветеранов они тоже являются большой радостью. Но вы же сами сказали, что для них, может быть, даже не так важна материальная составляющая. Совершенно верно. А приход, поговорить, так сказать, чтобы они видели, что в них нуждаются, хотят их слышать. И именно это вот, тот сектор наш, возглавляемый Клюшниковой, Тамара Евгеньевна, очень хорошо в этом плане работает. Борис Германович, ведь задача вашей организации аккумулировать, собрать проблемы, которые беспокоят членов организации, да, ветеранов. А задача власти решить эти проблемы. Совершенно верно. Как налажен у вас контакт и работа с властью? Решает ли она эти проблемы? Значит, смотрите, у нас есть сектор, который занимается бытовыми вопросами ветеранов. Нужно отметить, что за прошедшие годы, все, что касается бытового, так сказать, уровня бытия ветеранов, ну, сделано немало. Были несколько программ, вот и предыдущим юбилеем со дня победы, со дня завершения, так сказать, войны и дня победы. Многим ветеранам выделялись средства для ремонта жилых помещений. То есть, либо кто-то, как нанималась соцслужба, выясняла вместе с нами, приходили, обследовали. Тут окно уже ветхое, там крыша течет, тут заборную же поправить, там, значит, в прихожей там что-то, ступенечки. Вот. И составлялись акты обследования. И с этими актами эти акты направлялись соцслужба железнодорожного района. Составлялась смета на год, включались те люди, которые наиболее остро нуждались, вот, в поправке, так сказать, своих бытовых условий. И зачастую бывало так, что все-таки выделялись определенные средства. То есть, выделялись деньги для того, чтобы заменить окно, для того, чтобы починить крышу, для того, чтобы забор поправить и так далее. Ну, в зависимости от объемов, которые были определены, вы определяли эти деньги, средства. Ну, это порядка где-то 30 тысяч, насколько мне вот известно. И уже люди там, родные, нанимали, так сказать, коммунальные компании, которые эти деньги, так сказать, за эти деньги производили ремонт. Мы потом ходили и обследовали. Действительно ли деньги, так сказать, не израсходованные, не по направлению. Очень много бесплатно ставится счетчиков водяных, газовых, электрических. Вот сейчас там, где тоже ветхие дома, там, где водопроводы, так сказать, уже идет по нормативу, а не по счетчикам. А норматив, сами знаете, бывает такой, что и хорошей пенсии не хватит. Поэтому также идет обследование вот этих квартир. И вместе, опять же, с социальной службой, она уже сама непосредственно выделяет деньги, нанимает специалистов, слесарей, которые меняют эти счетчики. Опять акты, так сказать, составляются. И мы также актируем то, что работа у данного ветерана проведена. То есть вы тоже работаете в некотором роде, как такая социальная поликлиника? Да, да. Это хорошо, потому что социальная служба нас привлекает. Ну, во-первых, потому что мы работаем с ветеранами, и чтобы было видно, что социальная служба ветеранами тоже занимается, они тем самым вроде как подтверждение находят у нас, что она действительно большую работу делает социальной службой, великую. Но вот непосредственно в таких случаях, конечно, мы, как представители ветеранского, так сказать, движения, мы обязательно фиксируем и вот завершение этих работ. Привлекает ли администрация города вас к непосредственному участию в жизни города каким-то решением? Очень, очень. Значит, я еще раз с благодарностью хочу отметить то участие, которое принимает в нашей ветеранской жизни глава железнодорожного района Лапушкина Елена Владимировна и ее заместителя, я уже перечислял фамилии. То есть события, значимые для нашего города, для страны, для района также, значит, они всегда отмечаются. Отмечаются не только, так сказать, на уровне гражданского, так сказать, населения, но обязательно с привлечением ветеранов. Не было еще одного события какого-либо значимого, где бы мы не участвовали. Это возложение венков по различным датам, там, 23-е, окончание войны, начало войны, там, окончание японской войны. Значит, все, что связано с локальными войнами, к памятникам, вот, погибшим воинам у нас, так сказать, на Мичурино. Нужно отметить, что для того, чтобы мы могли собрать ветеранов, построить их в колонны или рассадить на гостевые места, администрация выделяет автобусы. То есть мы назначаем время, там, за полтора часа до начала события, автобусы подходят к администрации района. И все те, кто определен как участник этих событий ветеранов, мы садимся во автобусы, доезжаем до оперного театра, если это на площади Куйбышева, если, значит, это на площади Славы, то до Белого дома. Высаживаемся, согласно, сказать, графику, выстраиваемся в колонны, преклоняем головы, возлагаем цветы тем, кому мы обязаны жизнь. Ну, один из наших, конечно, главных праздников. Да, это Победа, День Победы, вот. И всегда колонна железнодорожного района, я бы сказал, ее чуть не самая большая, но среди ветеранов, пожалуй, самая многочисленная, потому что, ну, во-первых, работа ведется, потом сами люди у нас достаточно энергичные, активные. И всегда колонна железнодорожного района, проходя мимо горельефа, ну, смотрится хорошо. Борис Германович, вы вот совершенно справедливо сказали, что очень мало остается живых ветеранов, просто в преддверии праздника невозможно не поговорить об этом. И я вот иногда думаю, а как мы же и в будущем будем всегда отмечать День Победы. Вот каким будет этот праздник без живых ветеранов, это просто, ну, невозможно себе представить. И поэтому, наверное, вот сейчас, пока они еще есть рядом с нами, в силах каждого из нас оказать какое-то внимание. Конечно же, из тех 77 человек, которые сегодня с нами еще находятся, и пока, как я говорил, они не унесли свою окопную правду с собой, конечно, нужно ими заниматься. Большое спасибо за то, что вы брали время и пришли к нам в студию. Это был город Эс. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин